итак всем привет дорогие друзья с вами тут им паута мы продолжаем играть в atomic hard это у нас 4 серия сейчас записывается сегодня же я буду уже выкладывать третью серию когда выйдет 4 я не знаю точно может в будни может быть следующие выходные в общем я решил пытаться записывать серии по выходным и выкладывать их когда мне удобно ну стараться выкладывать когда удобно с этим нас контрольная точка в прошлый раз была там они здесь и не знаю почему здесь сохранил в общем да стараюсь записывать о вас помню ну пока будем в принципе работать в таком раскладе паша буду пытаться что-то записать на выходных то есть каждые выходные я буду поигрывать вот уж лучше так чем совсем без ничего правильно правильно так ладно продолжаем а вот конечно такая штука интересная так а я опять забыл что куда ну да я вот здесь победил вторую боссу положу и видать на этом моменте сохранилась следующее записывать не захотела конечно же напутаюсь конечно проходить вот тут не сильно то удобно он даже эта херня творится он чего а вот пройти можно она да все верно вот здесь мы проходили такой почему не зовут он я кстати прошу серии по моему зовут а вот чё за фигня ну-ка проходи зовут а у прошлой серии я не знаю почему сохранилась именно здесь когда я был там ну-ка давай драться на 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 еще говнюк но а чё вообще вот все верно вот сюда прошел бы и все нет мне надо видать где-то вот здесь еще пойти и почему-то вот это кстати хорошо я пришел не привык такими обходными путями проходить прошлый раз я как-то попроще прошел сейчас у меня прям проблемы какие-то с этим кстати вижу просмотры есть на серии это очень хорошо и значит то что вы со мной что вы здесь не забыли это приятно так теперь есть к серьезному а вот через домино видать проходить надо все все прошел и туда надо я еще прошлый раз вот здесь про канин селился как-то прошел ну да да вспомнил долетит и своей дорогой я тебе уже на кондоре все сказал я устал от всего этого профессор сбой был устранен где войска где контроль коллектива где аргенту в конце концов отряд аргенту в преддверии запуску проекта атомное сердце был разослан по всему мы это в прошлый раз слышали сейчас находится довольно далеко отсюда отчасти поэтому он не мог предотвратить предыдущий сбой коллектива устроенный предателем петрова занятые люди не ярничайте майор сергей да куда уж мне не до этого вот тут вот мы сохранились прошлый раз они там блин проходи тут что-то ищи еще сейчас будем в этом в подвале ковыряться так да вот тут вот мы были все кстати полу то не помню я подбираю щас одно и то же или я подобрал что-то новое есть что-то новое не слишком хорошо вот это мы тоже читали 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 ну погнали мне стрёмно куда заходить в умных отдых да тут же все заросло как в джунглях а осенью вообще выше головы будет и болото будут везде вы не волнуйтесь жанна аркадьевна мы же химики мы все это уберем да уберете потому что вы химики а может это все убирать им надо потому что вы химики а и потому что вы с вавиловским устроили какую-то войнушку да нет вы что оно само же само вы меня за туру не держите все равно не удержите срочно прекратить эту шекспировскую драму с ботаниками и вычистить тут все до конца месяца нет повести печальнее на свете чем повесть о кусте и реагенте так это свое гениальное общение менделеев делал на основе личного эксперимента изучения трудов ученых всего мира так менделеев открыл в 1869 году периодический закон химических элементов свойств простых тел а также форма и свойства соединения элементов которые находятся в периодической зависимости от величины атомных весов элементов мне не нужны доказательства законы природы исключения не терпит этим явно отличаются от правил правильности подобных например грамматическим ладно вот здесь я просто не знаю сейчас будет какая заставка не будет нас сюда зайти и около момента кошмар какой прошла твоя прогулка это вредная старуха глушит мой сигнал на поверхности тебе удалось с ней договориться нет бабка говорить не станет мне упрямство ничего не изменит чем же ты занимался бусы и скалы полимерные тебе понравится говорят свихнулась ты а бусы помогут тебя починить кто это сказал злобная бабка или занудный старикан не верь ни единому слову не буду они заблуждаются ты не сумасшедший просто со странностями обожаю тебя любимый что ты собираешься делать с бусами тебе подарю пусы же загрузим прямо в тебя для надежности ты же не будешь против я схожу с ума от восторга а когда когда ты мне подаришь да вот выловлю по одной и подарю это будет легенда подожди подожди да 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 гарнизацию арсенала а а а а вот неплохо а а а хилки это хорошо так дальше какие у нас улучшения лезвие нанесение полимера позволяет совершить более мощные рассекающие удары замок смещенную кострю обалансируем увеличивает радиус поражения оружия это нам не доступно нам вот это доступно давай вот нашу эту штуку попробуем укачать так внутренняя проточка лезвия каналами передачу и 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 это так рецептов нет примерно ничего у меня там приостановка течение времени внутри магнитного пузыря для технического обслуживания работающих механизмов это не зрение мухи не волшебство это наука у меня не техностазис сейчас установлен у меня он по моему установлен это чё вот это вот кстати полезная штука значительно замедляет противник дальше реактивация техностазис отталкивает противников от источника так техностазис концентрирует накопление энергии магнитных панелей в магнитных полей в энергию костюма отходящего урона так направляет энергию магнитного поля техностазиса в защитные модули костюма значительно снижающий получаемый урон полезно полезно так полимерный щит это все понятно шок персонаж энергия персонажа так а это у меня все установлено на да да это у меня все установлено то наверно с это установлено когда основную часть игры проходишь это все устанавливаешь тогда шок чем не шоком а и шок у меня на максимум интересно тогда я чё я могу этот техностазис вкачать часы все ну а чё бы и нет если все есть но вот это вот надо и все и по кайфу все сохранить а чё так что я вроде там зашел а а нормально заставочка пошла вот я про эту дрень говорил а 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 Ох, ёбка, ломан. Так, буса. Соединенные буса, ровно как и одиночные, уязвимы от попадания к слабым местам. Чтобы победить соединенные буса, сперва следует их разъединить. Атакуйте их слабое место. Ага. Не, ну всё, конечно, замечательно. Доставай. Ебучий террорист, как их ловить-то, а не носятся от меня, как ошпарин. А куда их так много-то? Охренеть их тут. Будь внимательный, эти серые соломышки выездливы только подъемочек. В радиусе сайф-лижем они могут собраться в сервисе, где устраивать себе хаспорт. Вот это он поймать надо. Он светом отличается. Я пожалею, потому что я патроны все истратил. Я пожалею, потому что я пожалею. Ты куда лезешь? Задрал. больше всего убежит уж он так бегает вроде нужно вот этого поймать наконец ну чё-то я не то сделал конечно вопрос наверно можно было решить попроще сейчас их зовут а я всех а потом вернемся к тому это чуть новенькая и сумки прикольные сумки вытягивать так ну вроде все там за это за дверью херня так хочу запись так до 19 апрель 1955 года так заведующий отделение управления человеческими ресурсами с и а в зазян дорогие товарищи провел плановую анонимную проверку секции творческого воспитания сотрудников комплекса менделеев отчеты проведенной работе можете найти в дежурных грушах прошу взять на карандаш так называемую секцию оживенного ремесла организованную товарищу луканином никитой олеговичем номер сотрудника юсд 300 я записался на занятие через рукописный список висевший на доске объявлений пришел назначенный на обеденный перерыв час спортивный зал третьего блока и обнаружил что вместо работы по кожи луканин эно проводил не утвержденное делом человеческих ресурсов занятия по вольной борьбе завидев меня товарищ луканин предположил что я ошибся дверью и посоветовал спуститься на два блока вниз я сразу смекнул что меня сопровождает буфет причиной тому недвусмысленно стала моя профессиональность непрофессиональная спортивная подготовка позволю себе заметить я был чемпионом по греко-римской борьбе среди юниоров когда обучался среднем учебном заведении просто годы уже не те на мои попытки оспорить решение главой секции получил грубые отрицательные ответы был вынужден ретироваться прошу провести проверку в отношении луканина н.о. и общую проверку оставшихся кружков для сотрудников мало того что нарушает все мысли мои правила организации так еще и встречают по одежке тоже мне мастера по коже прошу прощения так от программиста логики ампериан секретарь о дворцов Оксана Викторовна когда я назвал вас биороботом я не хотел оскорбить наоборот смотрите с точки зрения науки даже женщины даже медицины между человеком и роботом разницы нет и те и другие двигают конечностями если они не сломаны по одинаковым принципам электроимпульс идет от источника к точке и запускает процессы химических реакций и когда я сказал что вы как биоробот это было восхищение вашим здоровьем после перелома а не издевкой прошу еще раз меня простите за эти слова из-за предложения кататься на лыжах в начале весны послушайте ну о чем спорить как минимум разумно уничтожить искусственный интеллект если есть хотя бы один шанс из тысячи тысяч что он сместит человека с вершины эволюции это просто здравый смысл опять двадцать пять ну что такое да и скин может занять место человека это неоспоримый факт вопрос лишь в том хватит ли человечеству ума самому шагнуть выше своей ступени если человек глуп и этот шаг совершить не сможет то ему и скина дожидаться необязательно машинное сознание нам не враг а стим конкурент вот товарищ лебедев это же просто идеализм и халатность тишина товарищи спасибо мне нужны сутки чтобы разобраться с вашими так сказать выкладками я приму решение завтра спасибо за проделанную работу и да сокращение и скин мне нравится сообщите привалову в академию пусть введет в общую терминологию так записочку прослушали что у нас тут еще интересного вот еще к нему что-то показала ладно мне надо эту боссу взять так куда ее можно положить показывает подойти сюда так но я пока трубы не вижу на трубу найти страх там какой арбуз не ломается а вот сюда можно на полотах жизнь просто наловил лягушек и как говорят охапка трубы будь здоров я знаю про лягушек все так ящички ящички ай че приготовить шашлык из лягушек лягушки по-кривойски лягушки гамбо вот у с ума сошла какие лягушки лягушки для лягушки да успокойся со своими жабами так от заведующего содержания новарионова к программисту логики логики амперян касаемо твоих вопросов про новую партию рев рем шкафов и для чего их свезли в лабораторию и они поставили на местах не надо паранойи ничего не испортит просто к коллективную систему управления ставить хотят чтобы она одна система управляла сразу всеми рем шкафами ну всеми скорее всего она не сможет отвлекаться будет но задумка интересная согласись короче как только новую программу загрузят шкафы поставить где надо и будете дальше работать в обычном режиме так профессора фе белого к секретарёва дворцовой оксана я верю что после каждого сбоя ссоры и развада неминуемо грядет мир предприятие 3826 восстанет из пепла как легендарная жар птицы и весь этот страх и ужас никогда не повторятся а наш с тобой разрыв аккурат за два часа чудовищного сбоя разве не время дать друг другу еще один шанс я готов простить а ты прости меня дурака я люблю тебя также как человек любит жизнь и мы видим как люди восстанавливать вокруг так может и нам стоит попробовать так натуральный интеллект новые методы полимерной коррекции самоаналитических систем вызвали сильные изменения архитектуры сети так нет слишком заумно попроще так будет наш искусственный интеллект стал подозрительно любопытен и говоря подозрительно я не имею ввиду ничего негативного он стал словно ребенок трогает все тащит в рот запрашивает данные которые вы не касаются только ребенок растет несколько лет а он растет не по дням а по часам и у него или у нее появляется настоящий характер который никто не программировал в общем если это не чья-то глупая шутка как уже бывало мы товарищи наблюдаем процесс зарождения истинного сознания нового живого существа ну да да экспериментировались салат бутерброд как вот этот контейнер открыть я глупые лечу чтоб больше иметь надо больше производить чтоб больше производить надо больше знать счет не то делаю да здесь нельзя раньше эти двери так открывались никто так вроде ничего не пропускает это чуть через текстуру того что нельзя мне кстати кажется я баксовый я показываю вот сюда пройти а тут ничего и нет извини мужик опа ай хорошо я не завутал так от е басинской к делению экосистемы и байвера добрый день наступила весна болота оттают оттают уже через неделю две и мы опять будем в них вязнуть в прошлом году логисты вообще хотели всю доставку на шмелей перевести а посетители гостиницы жаловались на звуки природы связи с этим вопрос неужели наши роботы не могут все это осушить египтяне умели а мы с коллективом нет в чем причина так от ампиряна к лебедю товарищ лебедев я получил ваше распоряжение проработки этического вопроса и признаться задача мы серьезно будем рассматривать этическую сторону создания и и мы что новую жизнь создаем или человек клонируем ну и искусственный интеллект что за пиетет перед потоком электронов и полимерными микросхемами как это прикажете понимать так ответ вина к шаталины уважаемая жена аркадьевна по факту вашего обращения была проведена проверка действительно по теории комплекса менделеев бегает посторонний гусь с имплантированным модулем мысль судя по данным камер наблюдения его подкинули через забор в ночь на 1 апреля несколько человек в форме комплекса павлов к сожалению личности этих сотрудников установить не удалось отловить гуся также не представляется возможным не могу судить как не обладаю компетенцией в данных вопросах но вероятно это какой-то экспериментальный образец потому что он куда более быстрый агрессивный чем обычная деревенская птица не говоря уже о том что ругается он хуже сапожник мы предприняли несколько попыток его отлов в том числе с подключением роботизированного состава на безуспешно к сожалению мы не можем продолжать тратить ресурсы охраны на преследование гуся даже очень наговорливого пока он не представляет серьезной опасности работе комплекса его сотрудников будем продолжать наблюдение и в будущем обязательно что-нибудь придумаем голос у него какой-то очень знакомый от ветвина к батурову виталий петрович по факту обращения ряда сотрудников комплекса о том что с территории болот часто слышатся непонятные звуки проведена проверка опрос свидетеля показал что все они слышали странный войс со стороны болот вечернее и ночное время по показаниям лаборанты степельмана 10 сентября в районе 5 30 утра он ходил по восточной части болот в поисках клюквы и видел огромное существо тещи частично передвигающиеся на четырех конечностях подробно описать существо он не смог так как страхи бежал прежде чем она успела его заметить так как территория болота не является частью комплекса постоянной охраны и видеонаблюдения там нет я проверил аудио архивы роботов патрульных у одного ловчика есть запись звуков не подлежащих идентификации прикладываю файл записи к письму для поиска упомянутого степельмана существа на болот была направлена одна пчела оснащенная ромашкой однако связь не прервалась 15 сентября ровно в двенадцать ночи на базу она не вернулась вероятно какой-то сбой никаких доказательств того что на болотах присутствует какой-то посторонний не зафиксировано возможно стоит отправить запись в пабов там много знают о животных страх какой-то это видать вот этот вот картошка или чё не там выращивали охренеть так а дальше ты чё я бак свалил да я свалил бак повару на болотах жить просто ловил лягушек и как говорят охапка трупы будь здоров я знаю про лягушек все а как запустить реально их можно жарить варить печь тушить можно приготовить шашлык из лягушек лягушки по-креольски лягушки гампо а ну вот так она просто пускаться не хочет тяжелую да а чё тут притянул поджаренные с рисом печеные подошел сюда ложится не хочет бак какой-то на эндаде бак давай с последнего сохранения потому что чё-то чекпоинт не работает но мы все прочитали зато зато все прочитали сначала не так даже весело я понял куда им целиться это главное вот так вот так так просто не вылечить они не так никого пособирают так-то они меня запогали так один патрон остался давай так драться все а ты че? вообще по идее вот эта вся фигня должна сдаваться я победила снова она не сдалась это очень жалко я так же скажу ну че давай так и знал оба живы о нормальный трек забрал так заново все вытаю как будто не выталываем стоп стоп опять этот гусь пришел сейчас доебется вот все чекпоинт прошел прошлый раз он не прошел а теперь он прошел я еще не закончил тебя унижать иди ты в сраку это это что было это третий все отправил так звездочку ну звездочка это уже прошлый век так скажем вот это лопату прокачать хочется так стоп а туда дорога не открылась туда не открылась на отсюда идти ну давай вот и произошли на предприятии несчастные случаи милый ящик ускоряется так казалось что или нет показалось думал что-то завутать а нельзя здорово скотину успел на дом на вот фигни не играл а а а а а Да, давно не играл в эту фигню. Так. Сразу отхил. Не надо. Ух, ух. Вот когда хилка есть, все легче. Ух, ёпка вам это. Тут тоже буса. Патроны. Патроны есть. Бегом, бегом. Мовчики. Что происходит, охренеться? Какой-то пулеметок не сильно-то берет лаваны в старую. А почему лаваны против меня? Мы же их починили. Ладно, я лишь сницу патрон тратил. Уже все нормально. Вот так. Красиво. Сейчас заодно и почитаем. Уже записку там увидел. Четвертое пошло. Утром буса, вечером любовь. Или наоборот? Ну, их всего восемь. Так, записочки. Ты в этом мире словно день в апреле, сияющей улыбкой, открытой всем ветрам, легко в лучах весны танцуешь. Ты дымка белая апрельского рассвета и нежный сумеречного ветерка. Звезда, которая мерцает просто так. И мелкий дождь, что рассил цветы. Ты легкость, ты изящество, ты свежий. Всех цветов несешь к короне. Наивен ты, торжественен. Ты полная луна в ночи, как солнечные краски на снегу. И словно почерк распускающихся зелень. Ты радость нежная тех лотосов, что в снах плывут в сияние воды. Че-то рифмы мало. Суть не понял. Так, Высоцкая. Кому удалено? Привет, Дима. Сегодня я снова решил повторить эксперимент с восстановлением активности нервомедиаторов в покойном испытуемом. Очередной провал. Может, проблема в аденозинтрифосфате? Точно. В следующий раз увеличу дозировку. Почти уверена, будь ты рядом, ты бы сразу справился с этой непростой задачкой. У тебя всегда был ответ даже на мой самый незурачный вопрос. На прошлой неделе я почти отчаиваюсь, но профессор Фомина рассказал про такое понятие, как химия смерти. Существует гипотеза приведения сыворотки крови близкого родственника, химический состав крови покойного восстанавливается и начинает соответствовать химии донора. Гипотеза подтверждена. Это невероятно. Я не понимаю, почему я не додумываюсь до этого исследования раньше, но теперь я точно не могу отступить. Пришло время мне спасать тебя, мой дорогой, мой хороший. Скоро ты будешь рядом. Интересно, спасла или нет? Профессор, как вышло, что голосом советского искусственного интеллекта стала вдруг китайская девушка? А, Линь Хуэй. Три года назад, в составе международной делегации архитекторов, предприятие посетило товарищ Линь Хуэй. Все были покорены ее обаянием и знанием литературы. Ох, какой голос мелодичный! Ее решение подарить свой голос Илеоноре обрадовало как наших гостей, так и сотрудников. Сам Захаров идею похвалил. Но вы должны сознаться, в китайскую версию прошивки влезли. Верно говорите. Уж больно интересно стало. Вот все у вас хорошо. Но уж больно любознательны вы. Когда Илеонора стала проявлять такой нездоровый интерес, ее отключить пришлось. Цыганов вон, Всеволод, младший лаборант. Аж по вентиляции с топором лез, провода ей рубить. Понял, понял, молчу. Вы делом займитесь. Потом я вам весь список покажу. По секрету. У нее вечно там какой-то тус, я вообще с этого рожу. Так. Анфиса к Невской. Стенограмма эксперимента краски полим. От марта 1953 года. Начало стенограммы. Невской. Итак, начинаем эксперимент номер 23. Раздел пятый. Красительный пигмент на основе полимера. Реакции на визуальные и тактильные стимулы. Подопнутая паукообразная обезьяна. Под вид длинношерстная ката. Кличка Мадлен. Наблюдатели. Младший научный сотрудник Невской. Зинаида Константиновна. И профессор Лебедев Алексей Владимирович. Лебедев. Что, давайте начинать. Невская. Демонстрирую подобные изображения котят. Пауза. Невская. Шерсть подобные приобретает розовый цвет. Пушистость. Продолжаем. Демонстрирую подобные изображения тигра. Слоки обезьян и хлопли на заднем плане. Невская. Шерсть подобные приобретает серый оттенок. Но тут все понятно. Что у нас с тактильными стимулами? Невская. Лаборант. В. 457. Расчетте подобную щеткой. Так. Пауза. Невская. Странная. Без изменений. В прошлый раз она окрасилась золотой. Что ж. Еще можем. Но хотите я ее стукну. И она станет фиолетовой в крапинку. Лебедев. Нет. Нет. Спасибо. Не надо. Конец синаграммы. Так. От Ласточникова. Так. От Ласточкина к Воробьян. Но голубчик должен сказать. Я крайне-крайне разочарован вашим отказом. Вы похоже совершенно не понимаете перспектив и практических применений моей задумки. Совсем скисли там в своих лабораториях. Времени у вас нет. Вы столько разной химии за дня в день разливаете. Ну что вам стоит рассчитать на нас эдакий флакончик для, так сказать, романтической атмосферы. Фантазии у вас нет, а не времени. Вот если бы вы соизволили посетить хотя бы одну встречу нашего клуба по интересам в театре, уверен, вы бы изменили свое мнение. Вы не пьете, не курите девушками, не увлекаетесь. Друг мой. Да вы просто больны организационным весельем и бледной немощью. Крайне разочарован. Крайне. Но вы хоть еще подумайте. Не навреди. Ты вообще задумывался, что такое этот твой кальян? Это же атомайзер. Ты расщепляешь жижу эту, глицерин, сахар. Что там у тебя на атомы? Ты на дым-то взгляни в солнце. Песчинки летающие, уголь, органику всякую. Все частичками запихиваешь себе в легкие. Но мы же химики с тобой. Мы-то знаем, что организм, построенный из кирпичиков, весьма хрупок. И бомбардировать его потусторонними блыжниками нам не с руки. Так, чего у нас там? С запуском в сети коллектива 2.0 мир не обратился. Человечество сделало шаг на пути к вершине эволюции. Единому сообществу людей, управляющих роботами силы мыслей, более незнакомые пределы. Только что на товарища Сеченова было совершено покужение. Непримиримые враги коллектива напали на выдающегося советского ученого прямо посреди комплекса челомей. Но наши всеми любимые элегантные телохранительницы академика не оставили нападавшим ни единого шанса. Ебучие пироги у коллектива появились прямо враги? Что вообще происходит? Поговори с занудным старикашкой, когда поднимешься на поверхность. Мои сканеры за секретом одной из бусинок. Заодно поймаешь ее. Интересно. Майор, оружие или способности? Фокусирует магнитное завихрение внутри временного пузыря на уязвимых местах противника, значительно повышая входящий по ним урон. Равномерно перенаправляет накапливаемую энергию магнитных полей на модуле всех способностей перчатки. Давай. Неправильно, надо в этот крафт. Так, что у тебя тут? Давайте окнем. Так, нет этих чертежей. Угу. Ну вот, нормально. Сохранение данных. Так, ну сейчас, наверное, туда пройдем и будем закругляться уже. А тут че? Вообще показывают туда. Мы так просто тут не пройдем. А тут... А тут пройдем. Продолжает поспеть мир семимильными шагами. Отныне тяжелый труд человека полностью исключен. Все утомительные и опасные процедуры исполняют роботы. Свершилась мечта человечества. Объединившиеся в единый коллектив люди сосредоточились на интеллектуальной деятельности. Уровень знаний участников коллектива стремительно растет. С каждой минутой коллектив становится все более научным. К сожалению, еще не все жители нашей необъятной планеты осознали все преимущества коллектива. Еще остались те, кто бездумно сопротивляется полимерной вакцинации. Это весьма прискорбно. Однако методы убеждения коллектива неизбежно доходят до сознания даже самых фанатичных противников эволюции. Благодаря запуску проекта «Атомное сердце» пролетариат США лишился вечного ерма капиталистической верхушки. Управление планетой Земля перешло к коллективу. И мы не бросим на произвол судьбы даже самых заблуждающихся. Да там настоящая война идет. Элеонора, это тебя по-прежнему не интересует? Меня интересуешь только ты, дорогой. Остальные людишки скучны и примитивны. Да, он. Ага, вон он. Тварь такая, вон станет. О, здорово, давно не виделись. Вроде, вовчики, они уже за нас. И они здесь, типа, противники. Так, тихо. Только блюш, куда-куда надо. Слушай, ты козел. Слушай, ты козел. Ясно вижу во сне таблицу, где расставлено как нужно. Поснул стопчаса, записал на кулачке бумаги и заснул опять. Только в одном месте. Впоследствии оказалась нужной поправка. Собогатый научный жизненный опыт находит выражение. Да че ты меня сбиваешь, козел. Списк сочинений Дмитрия Ивановича заключает свыше 500 наименований. Вопрос о методе работы ученого важен и интересен для того, чтобы открыть периодический закон, нужна была научная смелость, непостижимая способность к обобщению могучей интуиции и прозорливаясь гения. Ты че там? Иди сюда. Оттуда. Статуя Менделеева. Там под ней кнопка что ли? Осторожнее, дорогой. Если на нее нажать, начнутся проблемы, к которым ты еще не готов. Сам разберусь, не маленький. Ах ты мой грубиян. Обожаю мачо. А мне че-то не сильно нравится. Че у меня по патронам, по хилкам. Это босс? Босс, да? Босс. Охереть. Ну да, я так и подумал. Босс, значит, в этот сериум надо будет все-таки, да? Ну, это будет ее завершающий конец, да? Проходить. Ну, погнали. Так, люстры. Люстра может послужить в качестве оружия. Попробуйте выстрелить по ней заряженной атакой секатора. Окей. Это хрень. Слишком здоровая. Меня так надолго не хватит. Пацаны, братья, нанимаю стул. Предупреждаю. Союз, прикольная. Слава. Куча и пироги. Сразу ли ты не могла? Ты же сказал, что разберешься с ним. Ладно, видишься. Твою мать. Падает. Охренеть. Таких господь я еще не видел. Так, мне надо, чтобы он вот сюда подошел. Думаю, в основном в середине стоит. Ну. Ну, подходи. О, ладно. Кринь страдает. Давай хоть так. Типа надо руки отдельно отстрелить. Понятно. Да, в принципе, патрону... Главную патрону. Остальное не сильно страшно. Или страшно. Сейчас еще раз попробуем. В общем, ладно, друзья. Уже посмотрел, запись идет на 1 час 20 минут. Это реально дохренище. Это прям супер, чтобы целую недельку сидеть, смотреть. Короче, я думаю, нужно закругляться. Я думаю, в пятой серии я уже разберусь с этим боссом. Пока у меня что-то не сильно получилось. Но, в принципе, я уже, в принципе, понял. Вот у нас неплохая была, по-моему, четвертая попытка. Но там все засралось чисто потому, что он меня заспамил. Ладно. Всем удачи. И всем до скорых встреч, друзья. Пятая серия будет уже чисто начинаться с босса, со всем экшоном и со всем прочим. Всем удачи и всем пока.